Хвост ковида. У меня у самой бессонница после того, как я переболела. Ручей из мочи. Мой папа целовал ручку крупской. Объяснил мне, как предохраняться только после того, как я сделала первый аборт. Как мой сыночек на горшке красиво щадит. Деньги нейрогенной зоны у меня. Они не хотят, чтобы сисечки повисли. Любые сиськи-письки пришьют. Сука, ты молчи. Нас с тобой интересуют голые мальчики. Кончить хочется. Мужики есть мужики. К этому лысому козлу-шестидесятнику я не пойду никуда. Друзья мои, только что записали беседу с Марией Арбатовой. Прямо скажем, разговор был непростой. Потому что дама, она очень образованная. И склад ума у нее точно не женский. Ну а я тоже обладаю некоторыми знаниями. Но я же такая вот тюхматюха. И они у меня более поверхностные, чем у нее. И она не применула поставить мне это на вид. Друзья, я сегодня счастлива. Потому что ко мне на огонек зашла Мария Арбатова. Маш, спасибо, что отозвалась. Наконец-то мы с тобой с чаем и за одним столом. А то в попыхах встречаемся. Маш, ты знаешь, я так вот никогда не изучала твою жизнь. А вот пригласив тебя сюда, я дурой выглядеть не хотела. Поэтому все-таки немножечко поковырялась там в твоем прошлом. Я вот как бы заново открыла тебя для себя. И поняла, что у нас с тобой практически юность была одинаковая. Да. Мы с тобой, кстати, это обсуждали. Потому что она еще и географически была близкая. Именно. Ну, во-первых, я очень впечатлена твоей фразой. Что успешную женщину делают обожаемые глаза папы. То есть твой папа тебя обожал. Да. Ну, это, скажем, не мой креатив. Это как бы, знаешь, все-таки я в прошлом обученный психоаналитик. И, в общем, действительно, девочка получает самооценку. Это кто-то сказал или ты сама придумала? Нет, ну, как бы формулировка моя. Но не то, чтобы я специально выстраивала какую-то психологическую систему. Но вот когда я вижу, как моя внучка хамит моему сыну, сидит у него на голове, я представляю, что она будет дальше твориться. Понимаешь? И приветствую это. Мне просто... Почему эта фраза запала в сердце? Да потому что... Мне такое впечатление, что это я эту фразу сказала. Потому что я считаю, что, ну, я, в общем-то, тоже довольно успешный человек. И только вот беззаветная преданность и любовь моего отца ко мне, она меня сделала такой. Потому что девочки, на самом деле, наверное, папу любят больше, чем маму. И всегда всех мужчин сравнивают с ним. Я просто... Ну, а мальчики маму, соответственно. Ну да, ну да. Поэтому вот эта фраза... Вот еще одно общее у нас с тобой, да? Вот то, что у тебя в семье с папой были более теплые отношения, чем с мамой. И с мамой напряженные отношения, как и у меня в семье. Моя мама, например, вообще меня рожать не хотела. Ей было достаточно моего брата. Отец ее уговорил не делать аборт. Я не состоявшийся аборт. Он сказал... Вот есть Наташа, это его бездетная старшая сестра. Деревенская женщина, которая приехала в Москву. И давай Наташе отдадим будущего ребенка. Мама согласилась. И когда меня мама родила в роддоме имени Грауэрмана, то меня передали благополучно вот моей тете, которая увезла меня в Измайлово. И я называла ее мамонька. Вот так вот на деревенский манер. Понимаешь? У меня была мама вся из себя со знанием пяти иностранных языков здесь, на Никитской. И у меня была мамонька, которая деревенская абсолютно женщина, и которая меня воспитывала. Ну, мы с тобой обе папины дочки. И я как бы не могу скрывать, что я читала твой автографический роман. Ну да, ты же еще и рецензию писала. Ну, не то чтобы рецензию, это было как бы для своих. И то, что я точно помню, как я тебя ругала. Ты ругала. За слишком большую откровенность? Нет, я тебя ругала за то, что литература — это большая тяжелая работа. И поскольку, знаешь, через мои литературные руки прошло много очень талантливых женщин, а я как феминистка продвигаю в литературе женщин. Я тебя ругала за то, что ты не хочешь всерьез отнестись к этой работе. Занимаешься какой-то хренью, телевидением, вот этим. Это развлекалось. Бизнесом, да. Но мне кажется, что у тебя большие перспективы. Я хочу тебе сказать, что у меня достаточно верный глаз, но ты так скажешь, что не, я не буду редактировать, пусть оно выходит. Поэтому я про тебя знаю все. Я не все помню, но есть общее ощущение вот этой биографии. Один случай из моей жизни привел меня к мысли, что я даже тебя видела однажды. Не знаю, это правда или нет, я тебе расскажу. Значит, когда я прочитала про то, что вот у тебя квартира была на Арбате, что ты с ребятами хиппи встречалась там, я просто вот эту как бы среду немножечко знаю. Почему? Потому что у меня был другой образ жизни. Я тоже не сидела дома, у меня тоже были плохие отношения с мамой. Я жила практически на улице. То есть я из школы приходила, бам, портфель, закидываю куда-нибудь на дальнюю полку и вперед. А что у нас собирались в беседках, портвейн, к какому-нибудь мальчику на колени садишься, соответственно, песни. Но моя компания, она была как бы... Она не состояла из хиппи, она состояла из уголовников. Да я помню. А это те люди, которые отсидели уже. Поэтому все песни были такие вот про тюремный быт, да? Шансон. Шансон, ну, своего рода. То есть такой сугубо тюремный. Но, тем не менее, мы все время с ребятами хиппи пересекались на патриках, патриаршие пруды. Хиппи катались на коньках, тоже они приходили. И наша привлотненная компания тоже там дневала и ночевала. На патриках, в общем, не было такой точки. Только те, кто жили рядом. А вот там рядом, на патриках, одна девчонка жила. Ее звали Ира Гачурина, и она была хиппи. И вот однажды она в гости пригласила одну девочку, которой звали Мария. И когда я ее спросила, а что за Мария, значит, прическа точно как у тебя, с челкой. Но волосы черные были, кудрявые, такие же, как у тебя. И она сказала, это Мария с Арбата. Ну, ты понимаешь, хиппи, они же вот так тусовали, и, наверное, были везде подруги. Но на самом деле я же была как бы хозяйка салона, так получилось, что я... Ты его условно называешь салон, это же не салон был в полном смысле слова, да? Ну, это был салон, я была на полношера, только очень хиповатая. Это что? Какие-то комнаты на Арбате? Откуда эти комнаты? Как они твоей маме принадлежали? Я не могу понять. Нет, значит, объясняю. Это что, коммуналка была? Да, это была известная московская коммуналка на 11 комнат, в которой просто изнасиловали чеховеды, потому что она до того, как... До революции она принадлежала Лике Мизиновой, ее мужу и режиссеру Санину. Когда они благополучно отвалили, значит, в Париж, а до этого там был бы просто там этот самый... То есть вся квартира принадлежала раньше? Естественно. Огромная? Да. Это был что? Это, наверное, был доходный дом, да? Квартиры-то такие огромные в доходных домах были? Нет, это была собственность. Это была их собственность, которую они распродавали. И мой прадед купил в 19-м году не всю квартиру, а только то, что было гостиной, где там Лика пыталась... А такое вообще практиковалось, чтобы часть квартиры продавалась? Еще как. Еще как. Я даже не знала. Нет, ну просто вот это время... В 19-м году? В 19-м, 20-й год... А это уже был как бы... Это уже после революции? Спокойно. Собственность-то тогда отсутствовала? Нет, это не так. Значит, когда в черную, когда в белую, мы это выясняли, значит, просто он купил то, что было в гостиной, где пел Шаляпин, куда приходил Чехов, поэтому, значит... Как он мог купить? То есть это во времена НЭПа уже было? Ах, ну тогда все это объясняет, потому что иначе не понять. Но, понимаешь, кто-то покупал официально, а кто-то покупал просто за взятки. Потому что коррупция, она была с времен египетских пирамид. То есть условно купил за номинальную стоимость? Да. То есть это было 60 метров, огромное пространство, подолгие 4,5 метра. Дед-папин, мамин, да? Мамин-папа. Ей принадлежали комнаты, которые ты взяла под свое крыло. Ну, не совсем в этот момент. Значит, это была вот... Тут надо понять специфику этой коммунауки. Значит, там жила секретарь Фрунзе. Вот мой дед, который... Не прадед? Вот купил дед, который был один из основателей сионизма, в России, тогда это называлось Хепатасион, да? Он приехал из белорусского города Борисов. До этого он... Это местечковые евреи, да? Ну, как тебе сказать, это они нас считали местечковыми, потому что практически из пяти его сыновей только два не учились в Европе. Потому что евреи могли получить... Выехать из полосы оседлости, если они были ремесленники, шли в армию или имели высшее образование. Они все поучились по Паризам, по Бёрнам. А мой дед, он, значит, знал 12 языков, поехал в Израиль, когда это еще была Палестина, закончил там школу восточных языков, он хотел выучиться в Темриалевской академии и вернуться туда и поднимать. Это же было очень быстрее. Палестина, да. Но не вернулся туда. Хотя его старший брат, он, значит, уехал в 1925 году. Он как раз, это знаменитый Айзенштадт, я же из рода Айзенштадтов, спас библиотеку Шнейрсона. Между прочим, вот здесь... Рабиш Нейрсона. Да? Рабиш Нейрсона. А у нас она была, я думала, в Америке только есть. А у нас тоже была его библиотека? Стоп, рассказывай. Даю справку, как говорил Рафик Нейшанович. Значит, старший брат моего деда, Самуил Айзенштадт, был главным гибраистом Румянцевского музея, на базе которого возникла Ленинская библиотека. Ага, понятно. И когда, значит, красные комиссары... Да, Арбат все близко, все понятно. Нет, он вот как раз на Арбате жил мой дед. Румянцевская библиотека, практически Арбат. Да. А Самуил жил вот ближе сюда, на Малой Бронной. Ясно. Значит, в этот момент красные комиссары топили печку, в основном рукописями. И ему выдали, значит, солдата с винтовкой и лошадь, повозку с лошадью. И он ездил по книжным складам. И поскольку только гибраист высокого плана мог отличить ценные шруды на иврите... Я не знаю это слово! Гибраист это... Гибраист это специалист по идышу и ивриту и литературе, да, на... Литературе на идыши и на иврите. Ее же еще хрень прочитаешь, она же вся наоборот, да? Ну да, еще и Роглиф. И вот он на этой, значит, лошади возил это все в библиотеку Ленина. Мой двоюродный дед Самуил, он даже баллотировался в президенты Израиля. И тогда моего папу, который занимался идеологией, как и твой, по-моему. Мой папа в МВД работал... А мама занималась идеологией? Мама у меня во Внешторге работала старшим инокорреспондентом объединения Станка и Импорт. Ну вот я помню. Работала она, кстати, в правом крыле здания МИД. А он принадлежал... Вот это вот крыло принадлежало Внешторгу на Арбате. Вот она с Никитской туда пешком ходила. Мне казалось, что ты... Ну неважно, мой папа-то занимался идеологией серьезно. Его вызвали, значит, соответственно, в КГБ и сказали, ваш родственник. Ну понятно. Что вы про это думаете? Папа мой, Иван Гаврилович Гаврилинов сказал, если партия мне не верит, я положу на стол партия билет. Мы сказали, не, не, Иван Гаврилович, что вы, что вы. Начали про квартиру, уехали в глубокие корни. Я тебе просто про свою, значит, еврейскую межпуху хотела рассказать. Но, значит... Комнаты достались тебе. Вот эти. Маме достались. 20 лет, когда я стала, значит, как бы уходить из дома, потому что... Невыносимо было с матерью. Невыносимо. Мама и старший брат, они меня... Не дралась? Очень жестко... Нет, ну что ты. Ну у меня вот так вот просто выпихивали иногда просто за плечи. Не-не-не, у нас такого не было, было невозможно. Значит, мама поняла, что проще, если она мне даст ключи от арбатских комнат, и я не буду... И от тебя избавиться. Не в этом смысле. Она не будет каждый день сходить с ума, где я тревожная еврейская мама. То есть она страдала гиперопекой. Я поняла. Да, мы все страдаем гиперопекой. Я поняла. Все мамы страдают гиперопекой. Все дети этого не понимают. Я всегда поражалась тому, почему евреи такие умные. Потому что мама сидит и говорит, как мой сыночек на горшке красиво сидит. И он на самом деле в себя верил и добивался успеха. В этом есть что-то, согласись. Ну это немножко мифология. Евреи такие умные, так же как армяне, потому что был геноцид. Глупые просто не уцелели и не выжили. Давай про квартиру. А в хиппи начали и улетели? Значит, в этой квартире, помимо меня, значит, молодой... Девчонки? Даже не молодой, а еще в школе. 15, да. Отвратительной, значит, хиппи антисоветской. Жили еще всякие там великие люди. Соседи? Да. Причем считалось, что... Это очень престижно. На самом деле огромная была квартира. Мы там в детстве катались. На велосипедах. Я точно. Один узкий длинный коридор. Так вот мы на велосипедах... Не узкий, а огромный. С детьми соседей. Там жили люди высочайшего, значит, совершенно статуса. И считали это нормальным. Центр все равно хорошо. Нет, это были другие люди. Включая, значит, вдову генерала Афонина, сын которой, тоже в следующем генерал, увел жену у Левитана. Это все происходило... Просто наши семьи с Левитанами были очень близки. Близки, потому что когда мой папа был замглавным молодежного радио, так даже не было столько радио. Папа у меня... Я очень поздний ребенок. Я тоже. Папе было 47 лет. 48 ему было, когда радио меня. Как мы с тобой... Вот. Нас с тобой так много сходят. Слушай, мой папа целовал Ручку Крупской, понимаешь? И писал книжки за Куйбышева и Клавдичек. Да ты что? Мой папа был там... Ты на Куйбышевские горки ездил? Ну, наверное. Но еще до меня было много времени, чтобы он мне об этом рассказал. Вот. Поэтому, собственно, и... Ты стала жить в этой квартире. Кругом соседей. Я стала жить в этой квартире. Воскопоставленные соседи. Абсолютно. А ты туда сброд приводила, с тех точки зрения. Абсолютно. Я тебе хочу сказать, что наши хиппи, вот с Патриарших прудов из Пушкинской, они постоянно грешили. И родители их отправляли в психушку. Их там пичкали какими-то препаратами, от которых они толстели. И потом не могли сдуться обратно. То есть наркотики, вот в нашей среде хиппи, именно с Пушкинской, сплошь и рядом встречались. Ну, это, как тебе сказать, были специфические хиппи, потому что, конечно, я была маленькая, но не такая глупая. Никогда в жизни у нас не было наркотиков. Единственный человек, который погиб от наркотиков из нашей, как бы, золотой молодежи, это был сын Смоктуновского. Больше никто. Еще приходила одна моя однокурсница позже с философского факультета. Они выходили с молодым человеком, она его колола в туалете. Вот. Как только кто-то это увидел и понял, и перед ними была закрыта дверь. В смысле, соседи увидели это? Нет. И тебе сказали. А, ваших, да? И я хочу тебе сказать, что соседи, как только приходили мои, значит, потлатые, ряженые. Плюс еще рядом там щука, щепка, вот это вот все театральная. Это театрная чешевка. И я с девятого класса, смотри... Театр Вахтан был там рядом. Ну, в театре, это уже взрослые. Но они все равно. Это уже взрослые. Я с девятого класса была в школе юного журналиста. А хиппи, они как раз у Ломоносовой и собирались. Это была точка, она называлась Третьца Уголоногова. Поэтому это все были как бы пишущие, рисующие люди. Мы делали квартирные выставки. Да. Вот у нас, например, район делился на такие зоны. У лесы, потому что там леса одного энтузиаста в клетке была на улице. Полярники — это дворы, беседки, где жили советские полярники, квартиры давали. И вот мы, решая, куда пойдем... А, Думалерник это имеешь в виду. Да-да-да. И решая, куда пойдем выпивать, мы вот такими вот словечками перебрасывались. Оказывается, у тебя там, как это называлось-то, у ноги что-то такое? У Ломоносова упали? У Ломоносова назывался Третьца Уголоногова. У Голоногова. А он перед журфаком до сих пор как бы стоит. Или сидит, не помню. До сих пор с голыми ногами. Да, там гольф у него. Ну, просто, чтобы было понятно. Крово перевернулся, наверное. Значит, смотри, вот как бы Стритом называлась улица Горького. Труба, это был проспект Маркса. Дальше... Ну, Пушка, это понятно, Пушкинская. Пушка. Тоже собирались ваши там туда ходили. Один райончик-то. Ходили, но основные тусовки были вот кафе «Космос», кафе «Московская», которую я предпочитала. И арбатские квартиры Маши. Ну, не только мои. Там был целый ряд таких квартир, и люди мигрировали. Но это была такая высоколобая интеллектуальная тусовка. Тоже ты рассказываешь. Прости, я ее сама формировала. Знаешь, почему я об этом спрашиваю? Потому что вот та компания, в которой я была, половина из них с возрастом оказались в тюрьме. И как мне оттуда выпрыгнуть в Иньяс, Марис Тереза, удалось? Просто одному Богу известно. И мне, конечно. Вот. И те люди, которые хиппи, наши друзья были, они тоже все кончили очень плохо. То есть их практически никого в живых уже и не осталось. Поэтому тебе, видимо, просто повезло, что вот. А вот на самом деле те люди, с которыми ты тогда встречалась, они сейчас в твоей жизни есть кто-то? Конечно. Ты с ними дружишь? Я, ну, времени мало, как бы сейчас мало, но в моей компании были Боря Юхананов, который сейчас главный театр, главный режиссер электротеатра. Саша Лебедев, известнейший кинопродюсер. Олег Родинский, который сейчас миллиардер, извини, во Франции. Они все были в вашей компании? Сын Эдика. Да, это все была моя компания. В общем, много народу. И даже какие-то люди периодически появляются из прошлого и говорят, а помнишь, я там, я бутылка. И думаешь, да, черт, да, какая-то блондинка. Что-то такое было. Ее звали Бутылка, да. Ну да. Так что, в общем, у нас все было нормально. У нас, знаешь, в чем была фишка еще? Ну, потолки 4,5 метра, огромное пространство для вот такой молодежи. Некоторые там антресоли устраивали, я знаю. Нет, ну у нас... Ну, слушай, 60 метров для девушки вполне достаточно, чтобы не устраиваться антресоли. Там была огромная стена, на которой, значит, моя из правильного класса девочка Йока, по кличке Йока, и Зара Малаян, который вот сейчас армянский психолог, они нарисовали Христа. В честь Йока Оны назвали ее так? Ну, Кликуха была, да. В честь Йока Оны. Наташа, естественно, да. Они нарисовали, значит, Магдалину, и перед ней на коленях стоял Христос. Ну, молодые девки. Ну, они такие как бы художницы. И еще мы туда повесили портреты членов политбюро. И каждый раз, когда... И стреляли туда, да? Во все-таки. Когда из 5-го отделения милиции приходили очередные менты проверять у нас документы и говорить, что мы вот грязные хиппи, сейчас они нас научат, как правильно жить. А все это были дети из таких семей, которые, в общем-то, могли кому-то позвонить, и все становилось тихо, да? Вот. Они, когда видели вот эти портреты политбюро, они начинают визжать. Снять, снять. А мы им говорили, снять членов политбюро. Сейчас мы напишем заявление о том, что вы... И они ретировались. Да, лейтенант Иванов. При всех предложили снять членов политбюро. Пускай это рассматривает ваш партийный треугольник или кто-то. Слушай, но вот компания, такой беспорядочный образ жизни, насколько я себе представляю, обязательно какие-то вот сексуальные должны были быть встречи с ребятами. Ночевали-то наверняка там все вместе. Иногда на матрасах, на полу. Ну, я хочу... Как ты не залетела там раньше времени? Нет, подожди. Во-первых, ночевать... Ну, там жили кто-то уходил из дома. Ну, я знаю, ночевали друг у друга. Это водно было. Это подошат родителей. Это новый мир. Да. Должны поболтать в ночь. Совершенно верно. Секрет рассказать. Во-вторых, ну, как бы я была заточена в те годы на мужчин старше меня. Практически ни с кем из моей хиповской компании мне не было. Они были ровесники, да? Да, это были вот ребята вот такие. А, я поняла. Вот, поэтому как-то вот половуха она была отдельно. Ты знаешь, вот я тоже вот... Мне всегда ребята старше нравились, а мои там одноклассники, я на них так смотрела, ужас. Ну, это страшно. Вообще, как на пустое место. А вот уже сейчас, уже нравятся мальчики помоложе. Да уж, я знаю. Специально себе такого мужа выбрала помоложе, да еще, который из южных стран, чтобы у него там силы было больше. Хитрая ты, Машенька, хитрая. С мамой у тебя были сложные отношения. Она занималась как бы вот такой гиперопекой. Но есть человек, очень тебя оберегает и не хочет неприятностей. Она должна была в конце концов говорить с тобой о том, что, Маш, ну вот предохраняться надо, если там с мальчиками живешь. Она с тобой проводила такие беседы? Моя мама, будучи медиком по всем статьям, потому что по детдому она микробиолог, она там заведовала аптекой и так далее, объяснила мне, как предохраняться только после того, как я сделала первый аборт, понимаешь. А аборт был первый? Это до родов? Да. То есть первый был аборт? Первый был аборт. Не боялась, что больше детей не будет? Нас пугали. Если сделаешь аборт, детей никогда не будет. Ну, как бы мне было там 18-17. Нет, я не боялась, потому что я в этот момент выходила замуж за своего первого мужа и сдавала экзамены, бросив философский факультет, сдавала экзамены в литературный институт. И, в общем, как-то все это было легко и просто. Просто я, например, тоже узнала, что такое презерватив после того, как попробовала половую жизнь. И у меня перед глазами стоит презерватив советских времен с такой кондовой резиной. Похоже на презерватив фараона, который я видела в Египетском музее. Из кожи. Вот. Это изделие номер один, что ли, резинового завода. Номер два. Во всех аптеках. И на нем был аптек ОТК. А, ты представляешь? И как... Вот так вот я не представляла. Сейчас приду в аптеку, и тетеньки там, у которой повязан... Вернее, значок... Ударника коммунистического труда скажет, дайте мне презерватив, у меня язык не поворачивает, от слова произнести. Ты знаешь, я на прошлой неделе одному каналу давала интервью тоже вот про то, что у нас в стране с репродуктивным здоровьем. И я как раз рассказываю вот про этот презерватив. Там было написано проверено ОТК, такая синяя печать. И она меня спрашивает, девочка, которая берет интервью, «А что, не было импортных презервативов?» Я говорю, «Были у спекулянтов?» Она говорит, «А зачем?» «Форцовщиков рядом с интуристами». Нет, были и форцовщики, были и спекулянты. Это разные вещи. Ты знаешь, такой был с капелькой. Ну, они были разные, из разных стран, да. Ну, короче, я... Она спрашивает, «А почему вы не покупали их в аптеке?» Зачем вы ходили спекулянт, понимаешь? А ей 20 лет. Я не могу ей объяснить, что мы росли в условиях тотального дефицита всего. А, не верит. Я говорю, «А вы в курсе, что прокладок еще тогда не существовало? Но не было ваты». Она говорит, «А как?» «А дисков не было ватных». Красивый артист, высокий певец. О ком я это? О твоем первом муже. Ну, во-первых, студент. Мы еще оба были студенты. Да, безумно красивые. Мы познакомились вот тут, вот рядышком в кафе «Аромат». Помнишь, такой был кафе «Аромат»? Там собрались хиппи и ребята, которые шли из Гнесинского. Вот он учился в Гнесинке, а я, соответственно, значит, приходила туда выпить свой кофе, съесть свой какой-нибудь там... Он тебя свою внешность привлек? Да, он был сумасшедший, красив. Ну, он и сейчас красивый, но сейчас уже, конечно, там... Проблемы со здоровьем у него. Он был в аварии, он не поет сейчас. Эта авария была, когда... На него наехали? Да, на него наехали. А, ну я поняла, что ты... Я твое гневное выступление видела по поводу Ефремова, что на самом деле никакого оправдания здесь не может быть, потому что вот как твой муж люди страдают... Это очень больная тема. потому что мы проиграли четыре суда при наших лучших адвокатов и чем угодно. Ну, практически его сделали инвалидом. Роскошного совершенно мужика, который был единственным в Большом театре, значит, кого балетные брали с собой заниматься каратэ. Потому что у него и растяжка была, и все. Он сначала на москомедии учился, потом на вокале. Вот. Это наша, значит, да, большая серьезная печаль. Он и сейчас как бы красавец мужчина, но он ничего не помнит. Там был ушиб мозга, который не подхватили, потому что в этот момент его собирали из кусков. Конечно, слава богу, что все обошлось, потому что в случае с Ефремовым там человека просто нет. Ну, там нет человека, но наш человек тоже может задать тебе вопрос о том, куда он положил очки, которые он только что снял. Ну, не очки очки он не носит, а... Но он уже как бы живет в другой семье. Находясь во втором браке, я удачно женила его на своей приятельнице. Ну, это вообще... Она совершенно замечательная. Это вот свободные отношения на самом деле. Она очень свободные, нормальные отношения. Но очень часто там не дружат. Муж с женой как-то разводятся. А ты видишь, как хорошо... Ну, это, понимаешь, это исключительно вопрос психического благополучия, потому что к этому моменту мы уже расстались. Я уже жила со вторым мужем. И видя, какой, значит, там контингент его добивается, моего первого замечательного мужа, я ему подсунула роскошную девку. Она была подполковник космических войск. И сейчас они живут вместе. Тфу-тфу-тфу. А у вас это... Церковь, да, это колокольный звон. Это, наверное, на вечернюю службу. А я знаю, что ты не очень хорошо к церкви относишься, да? Нет, почему? Я правозащитница, я плохо отношусь к коррупции в церкви. Ага. Если бы у меня вот так бацал колокол, я бы просто... Написала заявление. Нет, заявление, кстати, бесполезно, но я бы не смогла жить. Хотя, на самом деле... Девчонок из Пуссерайта, да, защищала? Именно потому, что как бы тебе показалось, что церковь не имеет права им претензий предъявлять? Что там, подурачились и всё, да? Нет. Подожди, стоп, стоп. Значит, претензии я предъявляла не церкви, а суду, который осудил их не на 15 суток за мелкое хулиганство, а на три года мордовской колонии. Ты считаешь, что это несправедливо? Это не только я считаю, это закон считать несправедливо. Потому что в законе очень чётко написано, за что что даётся. Наша церковь себя рассматривает как идеологический отдел Кремля. Она не равноудалена от государства, как остальные. Хотя должна быть отделена. Ну, Конституция этого требует. У нас светское государство, а церковь ведёт себя как коммерческая организация, которая хочет быть идеологическим отделом. Колокола, которые нас заставили говорить на эту тему. Церковь – общественная организация, единственная организация общественная, которая не показывает бюджета. Последний раз на Архиерейском соборе в 2000 году она показала маленький бюджет московской патриархии. Все остальные её бизнесы засекречивали. Конечно, меня очень впечатлил тот момент в твоей жизни, когда ты была экспертом и помогала Борису Николаевичу Ельцину готовить либо программную речь, либо вообще свою программу политическую. Я не понимаю, что это было? Писала пьесу, всё это было очень успешно. И жила как бы при театре, да? Ну, это определённая совершенно тусовка, это определённый мир и так далее. Вот. В один прекрасный день, значит, я пришла домой, и маман, которая в этот момент у меня была в гостях, сказала, тебе звонил Егор Яковлев, он хочет, чтобы ты у него работала. Тот самый? Я, да, на этот момент не отличала, значит, Егора Яковлева от Александра и сказала, к этому лысому козлу-шестидесятнику я не пойду никуда. Да, понятно. Мы ненавидим шестидесятников, они не дали нашему поколению там тра-ля-ля. Да. Вот. Тем не менее, он позвонил ещё раз и сказал мне, деточка, я прочитала с вами большой разворот в московском комсомольце, а я там дала какой-то интервью, такой безумный, как обычно. И хочу, чтобы вы потратили на меня полчаса времени, я пришлю за вами машину. И он меня уболтал, конечно. И я начала работать у него в отделе политики. И он сказал, Горгий Владимирович, я вот как баран в апельсинах. Ну, я была богемная, да, такая девка. драматургии занимаешься, вообще художественными вещами, и здесь вдруг политическая. Ну, как моя жизнь была, вот ЦДЛ у тебя рядом, да, я туда первый раз вошла в 15 лет, и надеюсь, что там же меня будут, значит, хранить. Не дай бог, потому что... Не дай бог об этом не говори слишком рано. Ну, рано-поздно, все равно как бы это место, которое... Часть меня. И я часть его, и часть литературной жизни. Совершенно верно. Вот. И он мне сказал, мозги есть, научишься. И действительно, я научилась. И там же... У Егора я познакомилась со вторым своим мужем Олегом. А это у тебя вот прям пограничье было, да, между расставанием с первым и вот этой вот встрече со вторым? Нет. Или было время какое-то между... Было время, потому что... Сколько было? Два или три года. О, ну это... Потому что в день, когда мы назначили суд с Александром в разводной... Суд? Суд. Ну, суд по разводу. Ну да, конечно, да. Или вы делили что-то? Нет, мы ничего не делили. Я каждый раз, когда я разводилась, делала я это два раза. Все остальное мужикам? Нет, мы приходили в суд. Я, в принципе, бессеребряница. Деньги нейрогенной зоны у меня. Но каждый раз я приходила, значит, с мужем, и мы там стояли как две гули, и все говорили, ну скажите, ну у вас же фиктивный развод. Мы говорили, да нет, мы очень хорошо друг к другу относимся, но просто вот так сложилась жизнь. Не понимали. И вот в тот день, когда... Высоке отношения. Да, мы должны были утром пойти в суд, случилось 4 октября 1993 год. И, соответственно, в суд пройти было нельзя, потому что там стояли танки. Я жила тогда на Усачевке, да. Это Фрунзенский суд или какой был? Хамовнический. Ну да, все это рядышком. Ну там стояли уже установки там все эти. И я, естественно, пошла к Егору в кабинет, как все сотрудники. Мы все пришли, мы сели на пол, и мы смотрели, значит, все силы. Какая планерка была, да, что делать? Какая планерка? Не планерки, все просто охреневшие пришли. Не знали, что дальше будет. Пришли к Егору как к папе. Вот что? Вот что будет дальше? А Егор такой ходит, такой весь. Вот он единственный все понимает. У него на стуле висит бронежилет, а ему уже за 70. Мы все так... Мужики есть мужики, что там говорить? Ну да. И в этот момент я увидела Олега, который работал в правительстве своего мужа, экспертом. И как бы, естественно, глаз на него положила. Он пошел меня провожать. А мы даже не понимали, где стреляют, где не стреляют. Ну и в общем... Были отзвуки стрельбы? Да, ну мы же как бы двигались по городу, да. Но это вообще был такой крутой момент, когда по улицам ездили вооруженные люди. Мы телевизор в основном смотрели и ехали в Москву и слушали. Ну да. Мы-то сидели в отделе политики. У нас было и другое. К нам приезжали окровавленные журналисты. Вот такие говорили. Ой, сейчас быстро я запишу там репортаж. Вот тут вот столько убили. Тут вот, значит, лежат какие-то тропы. Сумма сойти. Ну, отдел полиции, это же специфическое место. Ну да. Вот. И в какой-то момент, значит, естественно, как только у меня появился Олег, Саша тут же вернулся. Хотя до этого я его выгнала. И сказал, что это его семья, его жена, его дети, его квартира. И валите отсюда. Так вроде два года не живешь. Сознательные действия не нужно делать, да? Здесь бац, тебе забирают бабу. Все будет не твоя уж совсем. Ну, как бы да. Но не только бабу, Все все забирают. Еще и дети. Ну, парням тогда уже было лет по 16. Ну, вполне сознательный возраст. Да. И в какой-то момент, ну, Олег удивительный был, совершенно фантастический человек. К сожалению, он ушел. Вот. И он научился строить с Сашей контакт. Они были новые, они сидели в кухне, пили кофе. У нас все время с Олегом были какие-то… Он же питерский, я же его выдернула из брака. Он, естественно, жене оставил квартиру. И у нас постоянно были какие-то правительственные, либо какие-то дачи, либо какие-то номера. И в какой-то момент его в очередной раз призвали писать программу Ельцин. А Ельцин тогда жил за городом? Нет. Ельцин жил там, где он жил, а на рабочих дачах пишутся документы. Это правительственные дачи рабочие, где готовятся документы, доклады. Вот Волынская, да? И там офисы есть, где вот люди работают? Ну, это не офисы, это номера и залозаседания. А, я поняла. Вот Волынская-2 – это территория, на которой там рядышком находилась знаменитая сталинская дача. Да, да, да. Вот. В нём как бы готовились все документы и сейчас готовятся. И поэтому Олег приехал туда. Мы были... Такой первый заплыв, когда туда пустили не там габистов, а каких-то непонятных людей. Сделало это... Время поменялось. Ну, не столько время, сколько у спичрайтера Муельцина была такая великолепная Людмила Пихоя. И она, значит, выдернула людей, которых никто не ожидал здесь увидеть. Горничные, когда нас видели, им просто было дурно. Почему? Что такого поражало? Это были другие люди. Вот пришёл там вот Олег мой, бородатый, в косыночке вместо галстука. И мы все говорили, ты что, Киритину, на совещание пойдёшь в косыночке? Он говорил, да, я не люблю галстук. Ну да. Вот. И, в общем, там было 18 мужиков, а я как бы была при муже. Но в какой-то момент, поскольку я всё-таки писала о правах человека и сидела в отделе политики, они мне сказали, слушай, ну чё ты вот тут сидишь, тут сидишь, ничего не делаешь? Помогай, типа, да, давай. Ты всё равно не пьёшь, тебе делать нечего. Ну сядь, напиши. Вот ты нас достала правильнее. Сядь, напиши про права женщин. А чё не пьёшь, а ничего там? Бухали, что ли? Конечно, бухали. Чё, с утра до ночи? Нет, не с утра до ночи. Но понимаешь, как вот это вот первое поколение, которое приехало вот в эту вот халяву, где тебе всё время женщина в красном пиджаке приносит то чай, то пирожок. А там самого Ельцина не было. То есть как бы была тусовка без него, но его команда. Конечно, это была группа экспертов. Это была команда Сатарова. Сатаров в этот момент был, отвечал за внутреннюю политику. Да? Он такой был двухметровый лось. И Ельцин всегда говорил, что вот это вот, когда шли его советники сзади, вот это вот идёт мой интеллект, а вот это, показывал Сатарову, это мой самый высокий интеллект. Понятно. Сатаров огромный был. Буквально и фигуральный. Вот. И в какой-то момент я им написала права женщин, бумагу. Они сказали, слушай, ну и сиди дальше. А тебя ничего другого и не ожидали первым делом. Нет, ну как бы от меня ожидали, что я сяду и напишу. Тогда они сказали, ну давай, у тебя так хорошо получается, пиши молодёжную политику. Я написала. Дальше пошли права инвалидов, дальше пошли... Я уже не помню, что. Ну, короче, я написала несколько статей, а Олег в этот момент писал экономическую программу. С самим Ельцином не встречалась никогда? Нет, ну как бы на инаугурации, как все, но я видела, и для меня, как для драматурга, это было очень прикольно, когда вот мы же писали документы, не только это. Когда вот я сегодня написала это, я включаю телевизор, он это произносит. Очень приятно. И мои друзья работали то, что называется, с телом Ельцина, да? Потому что сейчас просто армии людей говорят, да, мы Ельцином, мы советники. Никого не пускали. Работали только Игорь Минтусов и Катя Егорова. Ну и принес какие-то помощники. А вообще вот для тебя это было очень такое вот волнительное время. Жизнь менялась, да? Знакомство с новым мужем. Вообще кругом абсолютно новые люди, новый вид деятельности. Ты была возбуждена как бы по жизни тогда. Такой вот свежий ветер. Но вообще вот этот период, когда Борис Николаевич был у власти, как ты вот этот период оцениваешь? Как это? Это новая страна, которую практически Ельцин спас. Вот я сейчас как раз, наконец, выйдет первая часть моего романа об этой эпохе. Значит, только со своей харизмой он мог удержать Россию в этих границах. Я это знаю точно, потому что я три года прожила в Волынском. Но вот всю эту тусовку, естественно, я знала, потому что... А тебе все нравится абсолютно, что он делал? Ну, война, например, в Чечне, да? 94-95 год. Ну, это очень долго, если мы будем говорить о политике, тем более, что, как я уже понимаю, мы с тобой здесь в разной степени осведомленности, потому что ты занималась бизнесом, в котором я не бум-бум, а я в политике, да? Потому что люди, которые говорят... Оля, я буду договаривать предложение. Я зла и цепка. Людям, людям интересно. Еще раз говорю. Значит, люди, которые, значит, пользуются штампом, Ельцин развязал войну, они не помнят, что война уже шла, что к этому моменту было вырезано в Чечне порядка 20 тысяч русских, что в каждом чеченском дворе работали русские рабы. И все это знали. Похищения людей были сумасшедшими. Армия была не готова. Генерал Воробьев отказался вводить войска. Это другая тема. Но, в принципе, я хочу напомнить, что задача Дудаева была, если ты помнишь, сделать из нашего... Как это сказать? Из контуров России халифат с центра в Москве. Если ты помнишь это время. А я, поскольку занималась политикой, то я очень хорошо помню, кто, значит, с чем выступал и кто чего хотел. То есть период Ельцина — это период того, что страна в новых контурах пыталась себя как-то осмыслить, создать. И когда говорят, вот вы делали это неправильно, то неправильно, а учебников не было. Это была уникальная ситуация. Гениально проведенная приватизация. Гениально. Потому что все страны соцлагеря, в которых проходила приватизация, там крови было все залито. Я сидела на совещаниях, где приезжали люди из разных соцстран. И они говорили, блин, как это вам удалось? Но, опять-таки, долго объяснять, что такое приватизация. Потому что вот этот набор штампов там по поводу прихватизации, по поводу там «Волгу на ваучер» — это все детский сад, который не имеет никакого реального отношения к действительности. Спасибо тебе за книгу, которую ты мне подарила. Книга известной писательницы. Видимо, это ты не сама себе, будучи человеком скромным, пишет. Кто-то о тебе пишет, да? Включает в себя переработанный роман «Визит не старой дамы» и новую повесть «Живая скульптура». Герои обоих произведений — представители поколения, на которые особенно жестко обрушилась перестройка, экономический шок и 90-е. Кто-то из них, первое, адаптировался и разбогател. Второе, кто-то растерялся и маргинализировался. Произнесла. Ура. И кто-то эмигрировал. Ну вот, наверняка, ты кого-то вот имела в виду. Расскажи про каждого из этих персонажей, который спился. Спился? Оль, ну а вот объясни мне. Интересно, твои друзья. Подожди, а вот объясни мне, нафига это художественное произведение 90-х? Ну. Ну ты так и думаешь, что подвох какой-то будет? Нет, не хочу подвох, но просто... Говорите о людях. Ну давай, но только не в привязке к роману. Куча моих друзей эмигрировала, мы все время так говорили, что половина записной книжки эмигрировала, да? Но все-таки в моей семье есть тема эмиграции первой волны, да? Это Израиль. Ты говорила про деда, да? Нет, не про деда, а про двоюродного деда. Это Израиль, это Лондон. Моя любимая тетя, к сожалению, покойная, которая вышла замуж за офицера британской разведки и всю жизнь вытаскивала меня туда, потому что она была пианисткой и очень любила моего первого мужа. И мы для нее были готовы такой вот как бы продукт, который она знает, как вставить в это. Но я абсолютно равнодушна к эмиграции. Я заточенная такая на Россию. Кондовая патриотка. Ну ясно, это неплохо, конечно. И я могу сказать, что никто из моих друзей, кто эмигрировал вовремя, не добился, не реализовался так, как он реализовался бы в Новой России. Мне ужасно жалко, потому что три моих самых близких подруги, они уехали. Я ловлю себя на мысли, что вот сейчас мне реально трудно с тобой разговаривать. Правильно, потому что я пытаюсь договаривать предложение до конца, а ты к этому не готова. Я не знаю, почему, но, видимо, вот мы с тобой раньше так сталкивались налегке. Привет, привет, пока сидим о чем-то хорошем, приятном. А когда вот хочешь там что-то вот поглубже спросить, ты не хочешь отвечать или уходишь от вопроса. И я даже вот начала подозревать, что у тебя чистолюбие зашкаливает. Я не знаю, почему. Знаешь, вот смотри, почему у меня вот такая мысль появилась. Я смотрела программу, которая, по-моему, Школа злословия, что называется, Татьяна Толстая, Школа злословия. Ну, это 200 лет назад. Да-да-да, ну, ты сказала такое. Так, девочки, а вы знаете, что кроме меня писать пьесы вообще никто не умеет? Ты мне скажи, как можно такую вещь сказать? Ты что сейчас с Бернардом Шоу что ли сравниваешь в конце концов? Подожди, значит, теперь я буду говорить, ладно, а ты будешь слушать. Значит, такой фразы, конечно же, не было. Я говорила, пересмотри сама, твоим голосом. В моем поколении, вот мне 47 лет, вот прибавьте пять сюда и пять обратно. Лучше меня пьесы писать никто не научился. Можно я буду говорить, а ты будешь слушать? И тогда у нас получится диалог. Ура. Значит, тут важен, во-первых, дискурс, во-вторых, точное цитирование. Потому что я помню, что вот девки меня позвали, совершенно не подготовились, значит, несли какую-то ерунду. Кроме того, я более опытная телеведущая, чем они обе вместе взятые. И случилась некоторая такая вот как бы коммуникаторская лажа, да? Потому что они, когда я говорила, когда они говорили, а Петрушевская, я говорила, это единственное, что я помню. Я говорила, ну Петрушевская, это другое поколение. Это реально другое поколение. Они говорили, как ты можешь говорить о возрасте женщины? Ну и так далее. На самом деле, у меня есть какая-то золотая медаль Кембриджского, какого-то библиографического центра за вклад в культуру 20 века. Ну какая-то фигня такая. У меня есть премия, как это называется, радио Европы по моей пьесе. Я же бешеными совершенно шла, тиражами. Поэтому я хорошо пишу пьесы, но я их не пишу с 2000 года. Мне надоел театр, я пишу прозу. Ну вот, я не знаю, может быть, это связано с твоим характером. Что, например, там, Роси Битову ты назвала Забитовой, потому что у нее муж ее бил. И что, такая тетка, мол, не имеет права вести программу и быть свахой. Ты же говорила такое. Ты даже мне по телефону такое говорила, да? Да. Не Забитова, а Забитова. отвечу на это. Значит, Роси Забитова ее назвали в народе. Я действительно считаю, и несколько раз об этом говорила на канале, на котором она работает, что человек, который не может нормально выйти замуж сам, ни за кого, кроме бьющего ее и ее дочку тракториста, не имеет права заниматься сватовством. Потому что сватовство все-таки профессия, которая требует определенной квалификации, хотя бы психологической. Можно теперь я скажу? Я теперь буду тебя спрашивать разрешение. Да. Можно? Но ты понимаешь, что она училась для того, чтобы быть телеведущей. Я не знаю, где она училась, но тем не менее, эта работа, то, что она там свахой является, это способ зарабатывания денег для своей семьи. Вот ты представь, что Маша Арбатова, она сказала, что Таня имеет право быть свахой. Она что, сейчас придет к Константину Львовичу, или я не знаю, кто там, Кривицкий в красном квадрате скажет, ребята, вы знаете, я не соответствую этой должности, поэтому я уж откажусь от зарплаты, пойду-ка я дома посижу. Как ты себе вот это представляешь? Это ее профессия, это ее способ зарабатывания денег. Бьет, не бьет, блин. Ну да, просочилась в пьесу, что муж там дубасит, но тебе и она моментально на язык попала. Это говорит о том, что у тебя характер не очень простой. Понимаешь? Оля, значит, вот это все... А теперь, Оля, молчи! Да, я в некотором недоумении, потому что если она считает себя свахой, то спокойно. Если она считает себя свахой, то мое конституционное право оценивать ее как профессионала. Вот, значит, я не один раз была с ней на программе, в том числе на программах, где она рассказывала, как ее, значит, посватанный ею себе муж бил ее дочь, даже не ее. И для меня она человек как бы глубоко моральный по всем статьям. У меня тоже музья дубасили. Оля, Оля. Значит, надеюсь, ты не работаешь свахой и не сватаешь такой же мусор, как она, другим. По ней очень много идет судебных процессов, потому что она нигде не училась никогда ничему. Вот. Но это как бы наши с ней отношения. я считаю ее, как тебе сказать, представительство на экране довольно вредным и глупым, потому что она двигает патриархальную ноту, а я же феминистка. И поэтому, конечно, она мне отвратительна. Но я не могу уважать человека, и, надеюсь, ты тоже, который позволяет своему хахалю пьяному бить собственного ребенка. Я думаю, ты тоже такого человека не можешь уважаешь. Ну, я как бы, опять же, отношусь к ней как к нормальной женщине, которая хочет зарабатывать на жизнь и на хлеб насущный, скажем так. Ну, ладно. Оль, подожди, ты не ответила. Мы что, не имеем права иметь с тобой различные мнения? Подожди, еще раз спрашиваю. Я не считаю как бы правильным ее осуждать за то, что у нее были проблемы с мужем, и что она играет роль свахи, а ты же понимаешь, что это все постановочные дела, в телевизионном шоу, зарабатывая при этом деньги для того, чтобы кормить свою семью. Ты колючая. Ты вот всех... Ты на вопрос отвечай. Ты всех вот так вот хочешь уколоть? Собчачку, например. Стоп. Отвись, пожалуйста. Тоже оскорбила. Ты имеешь в виду, что не стоило... То есть это стоило скрыть? Не надо было на публику это выносить? Нет, прости. Я такого вопроса не задавала. Так, еще раз, сосредоточились. Дубль 4. Могу ли я уважать или нет? Я не могу сказать... Вот слово уважать, оно слишком всеобъемлющее. Понимаешь? Это... Оно слишком большое. Применительно к конкретному случаю, что она вынесла ссор из своей избы на люди. Это мне не нравится, но это не мешает мне ее уважать, потому что, возможно, тот случай был просто ошибкой. А то, что меня мужья били, это так же. Я сейчас тоже выношу это на свет божий. Уля, кто тебя бил, будет обсуждаться. Детей моих, слава богу, не трогали. Для меня Роза Сибитова как бы обнулена. Но мне кажется, что она-то как раз и рассталась с ним из-за того, что он сделал это. Поэтому там все нормально. Она не рассталась с ним из-за этого. Она с ним потом опять стала жить. Ой, сложно, конечно, это в чужой жизни копаться. Ты не забывай, что я занимаюсь правозащитой. Понятно. Ну, детьми я занимаюсь мало, правозащитой детей, это другие люди. Я занимаюсь правозащитой женщин. а с точки зрения феминизма, порно на телевидении, да, вот каналы специфические, ты же не смотришь их и вообще они претят твоему мировоззрению. Нет, почему? Потому что это же использование женского тела в корыстных для мужчин целях. Оль, опять наградила чего-то? Ну почему? Подумай. Значит, отвечаю. Кончить хочется. Тихо-тихо-тихо. Посмотрев на экран, а там используют женское тело. Неподобным образом. Сейчас ты сделаешь паузу, а я это самое. Расскажу тебе, порнография бывает как для женщин, так и для мужчин. Угу. Используется как... Лесбо отдельно, отдельно гетеросвязи, ты это имеешь в виду? Лесбо бывает для лесбиянок. Ну да. Мы с тобой гетеросексуальные женщины. Ну да. Нас с тобой интересуют голые мальчики, красивые. Вот бывает, порнография — это продукт. Он ориентирован либо на одну адресную группу, либо на другую. А, я поняла. То есть мужиков тоже можно эксплуатировать? Можно я договорю? Понимаю. Я бы с удовольствием смотрела порноканал «Ориентированный на женщин», но некогда, Оля, понимаешь? Некогда. Поняла, поняла, поняла. Твой любимый праздник должен быть 8 марта, соответственно, да? 8 марта феминизм родился или я ошибаюсь? 8 марта вышли, значит, женщины в Германии в один год и вышли женщины в США в другой год. Тоже это было 8 марта. Но феминизм родился немножко раньше. Считается, что первыми вышли в 14 веке женщины-ремесленницы и стали требовать равной оплаты с мужчинами-ремесленниками. Почему это течение, это мировоззрение стало тебе близко? Близко. Близко. Значит, я стала феминисткой, потому что практически с детства я испытывала ощущение, что меня дискриминируют. Конечно, я не называла это такими словами, но я понимала, что когда в классе дети отвечают, то за один и тот же ответ мальчику встает 5, девочеку встает 4. Особенно это касается технических каких-то примеров. Там математика, физика и так далее. И когда я поступила на философский факультет, мне все сказали, вот зачем ты этого сделала? Тебя никто никогда не возьмет замуж, потому что ты будешь слишком умная. Когда я родила своих сыновей на первом курсе уже литературного института, мне сказали, ну все, слава богу, твоя амбиция и твоя карьера все накрылась, потому что ты будешь теперь, значит, кухонная тетка, у тебя близнецы и так далее. И так я шла по жизни. Дальше меня там выгнали союзописатели, где я работала, потому что я была мать близнецов, ты сама многодетная, ты понимаешь, что такое дети болеют, у тебя больничные, ты никому не нужна, ну и так далее. Поэтому, значит, в какой-то момент... То есть просто наложилось один слой на другой, и ты пришла вот... Ну, подожди, я не сама пришла. В конце концов к этому убеждению. Вся моя жизнь состояла из того, что, как бы, когда я делаю шаги в том направлении, которое привычно, значит, видеть у мужчин, мне говорят, туда нельзя, тебе сюда нельзя, сюда нельзя, сюда нельзя. Я спрашиваю, а почему, да? Мне это мешало реализовываться, даже вот в драматургии, в театре и так далее. И одним прекрасным днем, я, как всегда, бежала по ЦДЛ, у меня поймала за рукав Зоя Богуславская, жена тогда Андрея Андреевича Вознесенского, и сказала, Маша, завтра в 10 ты должна быть в журнале «Юность» на съезде писательниц феминисток. Я сказала, а кто это? То есть она первый раз произнесла это слово, да, и ты его услышала? Конечно. Она сказала, придешь, но это была перестройка, это были даже еще не 90-е, я пришла туда. Я тоже в своей юности таких слов не слышала, это только потом появилось. Ну да, но понимаешь... Наверняка это было. Значит, напомню, российское женское движение началось не с нами, а Александра Калантай написала в своих турдах публицистических практически все, что за ней переписывают весь мир, да? Движение женщин, защищающих свои права, очень активно создали в России сразу после революции Калантай, Арманд и Стасова. Они даже создали женсоветы, которые были социальным лифтом для женщин. Сталин перекрыл женсоветы и сказал, что все, равноправие достигнуто. Хотя в полетбюро за советское время было всего две женщины. Нет, Крупская занималась другими вещами. Они с Арман дружили, потом Крупская даже детей воспитывала. Оля, Оля, ау. По-моему, она очень даже подходила в эту компанию. Оля, ты меня спрашиваешь, я тебе рассказываю, Крупская занималась другими вещами. Вот здесь вот около тебя находится музей Горького. Знаю, с той стороны, не там, а там. Да, извиняюсь. Это вообще особняк Рябушинских. В котором, значит, до того, как его отняли красные комиссарши, не комиссары, и потом передали Горькому, до этого там находился институт психоанализ. Да, знаю. Вот. И там были педологи. И вот Крупская была одним из самых крупных педологов. То есть она занималась больше детьми. Феминизмом она не занималась. Ну да, она педагогом считается. Ну да, у нее другое было просто направление. Я поняла, поняла. Но при этом, безусловно, все как бы женщины из политических элит, они были феминистками, но тогда это называлось равноправка, калантайка по-другому. Ну, феминизм это же... Это просто люди название, да, придумали? Нет, это калька, это переводная просто фемина. Так интересно. Вот. И даже Нина Кухарчук, жена Хрущева, не взяла фамилию мужа. И это чисто феминистская традиция. Жены Сталина тоже не брали фамилию. Ну да, конечно. Жена Ленина тоже не брала. И Аллилуева. И Аллилуева, и первая жена осталась в своей фамилии. А ты знаешь, что сейчас даже... Мужчины есть феминисты. Да, Оля, я это знаю. Очень много лет. Оля, в цивилизованных странах, в самых цивилизованных странах, которые, например, которыми, например, считаются по вот замерам торжества прав человека в скандинавские страны, например, у мужчин есть поговорка «Я феминист, потому что у меня нет проблем». Позапрошлом веке женское движение в России начали мужчины. Их фамилия Кропоткин, Герцен, Огарев, Чернышевский. В романе «Что делать?» есть четвертый... Кропоткин анархистом был. Причем здесь феминизм? Повторяю. Значит, анархизм был его политической программой. Но к женскому вопросу вообще общество было разделено по отношению к женскому вопросу в шестидесятые годы позапрошлого века. И четвертый сон Верпауны, перечитая его, который мы проходили в школе, это как бы описывался феминизм. Да. Я никогда об этом не задумывалась. Даже интересно. Потому что нам... Обязательно перечитаю. Нам никто про это не говорил. Но, если ты помнишь, уже даже Герцин и Огарев как бы поднимали тему женщин, которые могли свободно ездить за границу, свободно получать высшее образование. Ну, тогда вообще, по-моему, вот в Серебряный век было очень популярно там жить. Ведь Блок у нас, да, жил одновременно. Вернее, его жена, дочка Менделеева, она и с ним жила, и с Белым тоже, да? То есть это вообще было нормой. Ну, это не имеет отношения к феминизму. Как же не имеет, когда это права женщин, что двух мужей можно иметь одновременно? Нет, Оля, это не имеет отношения к правам женщин. Двух мужей имели, когда хотели, когда деньги позволяли, или статус позволял. Тоже, опять-таки, начиная с египетских пирамид, царства Урарту и прочих. Феминизм вообще предусматривает свободные отношения в семье. Вот муж не удовлетворяет, пошла там это к соседу или нет? Или это табу? Феминизм занимается гарантиями равноправия. Частным пространством не занимается ни семейный кодекс, ни уголовный кодекс. Мы живем не при Шириате, слава богу. Только церковь занимается. И церковь этим не занимается. Ну, должна вообще это заниматься. И церковь этим не занимается. Это блудом считается. Значит, ну, пусть считает. Это грех смертельный. Значит, даю справку. Да. Значит, в России только 3% населения являются паствой РПЦ. Каждый год на генеральном празднике, значит, православия в Пасхе на молебен МВД считает количество посещающих. Больше 3%. Это статистику как бы они сводят. Нет, конечно. Эта статистика ежегодно публикуется. Да. Больше 3% никогда не посещают. А остальные люди, они невоцерковленные. Ну, это так. И поскольку РПЦ является немодернизированной религией, то они, по сути дела, не считаются православными. А если бандит перекрестился там на храм, это не имеет никакого отношения к православным. Поэтому церковь пускай занимается своим делом в своем приходе со своими тремя процентами. А вот если кто-то кого-то не удовлетворяет, то они решат это сами. Без помощи правоохранительных органов, церкви или кого-то еще. Каким ты помнишь самый приятный с эмоциональной точки зрения день в твоей жизни? Какой вот самый прекрасный, самый теплый, самый светлый. С чем он был связан этот день? Ну, я не знаю. Наверное, таких дней было много. Ну, вот такой самый яркий. Ну, ты знаешь, вот честно говоря, я такая вообще мама-курица. И я свою биографию назад строю, когда я вспоминаю, значит, что было вот в таком-то году. Мне надо сразу вспомнить, сколько лет было моим сыновьям. Наверное, все-таки это было, конечно, рождение моих сыновей, потому что мне было 20 лет, и я была насмерть перепугана. там, отечественной гинекологии, что у меня ничего не получится и так далее. Еще у меня был риос-конфликт, и вот вдруг все получилось. Еще я была такая вот шкильда просто. Да, я видела фотографию прям совсем худенькую. Да. А парни... Доходяга. Слушай, а парни вместе весили 6300. Ты понимаешь, что это такое? Вместе, да, выносили. У меня два ребенка были по 5 килограммов. То есть у меня от промежности до попы все было разорвано. Мне зашивали вот это место. Потому что какая-то дура мне сказала, что дети будут крепче, если нужно... Если я буду есть орехи с медом, я наворачивала, раскормила. И вот такие. То есть сын и дочка первая вот такими гигантами родились. В Грауэрман я, кстати, рожала. А ты не в Грауэрмана? Нет, я рожала. Арбат все-таки. Я тогда жила не на Арбате. А где? А, подожди. Ребята родились, но они формально были прописаны на Арбате. Мама жила на Вернацкого. Я рожала в институте гинекологии в самом главном. С женами послов и космонавтов. И там это в советское время было. Такие вот фифочки, да? Ну, фифочки, да, но там были, знаешь, эти вот африканские девушки вот в таких вот этих уборах. И они все время... Они не могли жрать нашу еду. Еще же все с токсикозом. И они все время жарили бананы. Вот запах этих бананов жареных... Да ладно, это, по крайней мере, не вьетнамки, которые жарят селедку и кильки. А там запах вообще другой. Этих не было, да. Находиться рядом невозможно. Но, кстати, это тоже, знаешь, такая безумная история про то, что когда уже... У меня даже рассказ такой есть, он называется «Меня зовут женщина». Я из него даже какие-то премии получила. Когда вот утро пересменок, а я уже должна рожать, а я же не знаю, я должна, не должна, я лежу, никого нету. И я понимаю, что все. Ну, схватки уже начались. Я сдохла. Да нет, уже все, уже потуги, уже все. И воды отошли уже. Да. И никого нету. И никого нету. Никого нету. Мама моя, да ты что так. Ну, как всегда, даже в самом престижном, это вообще тогда оказалось... И вдруг заходит туда женщина и говорит, значит, успокойся, сейчас все будет хорошо. И, значит, все действительно становится хорошо. И это была... Она медработник? Это была профессор Сидельникова. Та самая Сидельникова, которая погибла от Баркова, которой вице-президент Лукойла. Да ты что? Та самая... Та самая Вера Михайловна, мы с ней встретились случайно на каком-то круглом столе о репродуктивных правах женщин. И она мне говорит, ну чего, как мальчишки. То есть она меня помнила. Почему? Ей принесли мой рассказ, там есть фамилия Сидельникова. И она мне говорит... Поскольку я считала, что все писатели все врут, я взяла из архива, мне достали карту. Здорово. Ты действительно описала все, как было. Но только говорит, ты написала, что вошла пожилая женщина. А мне было 45 лет. Фью, как неприятно. А мне было 20 лет. Для меня она была... Все тетки с 30-ти старухи были. Представляешь, для нас раньше. И она мне говорит, ну скоро невестки начнут рожать, приводи. И все. И погибла. У меня тоже такая история была, связанная с роддомом. Одна из моих дочерей, у нее кровь была четвертой группы, и у нее была желтушка такая, послеродовая. Ее положили вот в такой бокс под лампу. А я-то переживаю. Эта лампа... Там тетка должна была следить за тем, чтобы она там не сгорела. Их переворачивают как-то. А тетка ушла курить. Я вот в коридоре мечусь и смотрю, ну как это, а вдруг она сгорит. Потом я плюнула, не стала ждать, уже подошла и как бы вот сдернула. Там был такой огромный скандал, меня там чуть не выгнали. А я там написала бумагу, какое право человек, который приставлен к младенцам, может, имеет уходить. Поэтому, в общем, я плакала после этого. Понимаешь, вот это мандраж после родовой, и вот такая вот ситуация. Я вот вспоминаю это с содроганием. Так что наши роддома еще те. Ну тогда были. Вот сейчас рожала у меня невестка, и я пришла специально проверить этот роддом. На улице новаторов. Это такая фантастика. Это отдельные палаты. Отдельная родовая палата, в которой у тебя находится твой душ, твоя бригада. Значит, вся реанимация вот в таком вот шкафчике. Я им говорю, а где у вас реанимация? А вдруг чего? Они говорят, вот это ящик искусственного сердца, вот это искусственное сердце. Я говорю, как это? Джакузи. Вот такой вот мяч. Я говорю, а мяч зачем? Ну, во время схваток очень приятно вот так вот. Прыгать. И она такую мне девочку родила. Тьфу-тьфу-тьфу. Что просто. Шикарно. Моя дочь рожала в Ницце. Раньше говорили в Ниццах, да, теперь лучше говорить в Ницце. Она рожала не сама, потому что на Западе уже практически никто, у кого есть деньги, сами не рожают. Они не хотят, чтобы сисечки повисли. Они не хотят, чтобы промежность была изуродована. Поэтому у кого есть деньги, только с помощью кесарева сечения рожают. Я очень была против, но кто меня спрашивает? И, конечно, там и мячики вот эти были, про которые ты говоришь, и муж с ней присутствовал в палате. Да, мне тоже с ним. И подруги приходили. Так что скоро мы, наверное, и здесь до этого дойдем. Что женщины перестанут рожать естественным образом. Вот ты вот как к этому относишься? Женщины, которые безобразно относятся к своему здоровью и к здоровью ребенка, они действительно... Модно у них делать кесарево. Эта волна началась в 70-е в Америке, но уже она практически сошла на нет. Потому что понятно совершенно, что кесаренный ребенок, у него потом будут проблемы с сосудами, с давлением. Все это уже, понимаешь, исследовано. Тем не менее, пол Европы только так. Нет, не пол Европы. Появляется на свет. У меня подруга-гинеколог, и поскольку я занимаюсь правами женщин, у меня все это есть, все эти цифры. Это вот это, да. Детей, конечно, жалко. И глупых девушек жалко. Тем более, что сегодня уже любые сиськи-письки пришьют. Тебе хочется от мальчика, от девочки, от гуманоида, от кого хочешь. Поэтому уже это несерьезно. У меня в гостях Мария Арбатова. Это самая естественная женщина нашей страны. Она не любит приукрашивать себя. Она все вам расскажет о том, как нужно жить. Она знает все. Например, о том, как нужно растить сыновей. Расскажи про своих мальчиков. Если бы у меня были дочери, я бы их растила ровно так же. А ты знаешь, что это очень большая разница? Нет. Ты не знаешь, что никакой разницы нет. Для того, чтобы ребенок был счастлив, надо просто развивать его психофизический потенциал. А мальчик он или девочка совершенно не важно. Тактильные ощущения, обнимать, да? Нет, ну, обнимать-то надо и мальчика, и девочку, и гермафродита, и кого ты хочешь. Всем будет хорошо. Вопрос же в другом. Вот, например, я никогда в жизни не покупала, и мой первый муж, у моих детей не было никаких ни автоматов, ни вот этих, ни танков, ничего. Вот всей этой мерзости не было. Я не воспитывала милитаристов, потому что я знала, что в армию мои дети не пойдут. Вот в эту армию мои дети не пойдут никогда. Несмотря на то, что мой папа, он большую часть своей жизни преподавал историю философии и научный коммунизм именно в военных академиях. Я видела его в форме. Да? Он был военный преподаватель. Я поэтому и удивилась. Но тогда армия была другая. А вот в эту армию я своих сыновей не готовила, потому что у меня не служили ни мужья, ни брат, никто. Но, тем не менее, они вполне получились такие, если надо в морду дать, то дадут. Мужественные. Вопрос не в этом, да. Вопрос в том, что они никогда не женятся на тарелке супа, потому что они сами умеют готовить. Они умеют делать всё. Вот сейчас они мне построили дачный дом. Знаешь, у меня... Тебе или себе? А тебя приглашают к ним жить? Ну, как? Ну, в общем-то, мне. Ну, они тоже, естественно, там бывают. Ну, сын-то, Пётр, живёт на даче у невестки. Это другая история. Вопрос не в этом. Просто у меня, понимаешь, было три мужа, и все они лимитчики. Один, значит, из Новосибирска, второй из Питера. Я бы его лимиту это не назвала всё-таки. А принц у меня из Калькутты, понимаешь? Но всё равно, как бы я привыкла в том, что у меня есть свой дом, и вот, наконец, выросли мужчины, которым по 43 года, и которые построили дом для меня и делают так, чтобы мне было там всё удобно. У меня коленка больная. Они мне даже сделали вход, знаешь, вот такой. Да, без... Чтобы я не била свою коленку, без ступенек. Вот. А вообще, значит, парни мои, Пётр, он по образованию культурный антрополог, кончил аспирантуру по философии и ещё получил диплом реставратора. Я всегда с гордостью рассказываю, что он человек, который добился того, что в заряде сделали парк, а не парламентский центр. А кем он работает? Он работает экспертом. Должность просто экспертом. Он не работает, как тебе сказать, чиновником. Он начал, как координатор архнадзора, писать статьи о том, что в центре страны находится чей-то рекламный проект. Тогда, помнишь, Чигиринский вешал машину на нём. Да. Это была помойка. И мне всё время звонили и говорили, что твоему сыну отшибут башку, если он будет продолжать. А дальше случилась интересная очень цепочка. Значит, он загрузил этим Рахматулина, Рахматулина Капкова, Капков Собянин. Собянин пошёл к Путину. У Путина были выборы. Путин приехал туда и сказал, гениальная идея, сделаем парк. И вот сейчас, значит, мой сын Пётр, который специалист по развитию городов и в то же время парками памятников, сидит в декрете со своей дочкой. Тьфу, насколько это прогрессивно. Надо же. Нормально. Работает жена? Работает жена. Он как бы пишет статьи, он работает дома. А, то есть на дому, в принципе. Но я хочу тебе... Кстати, он похож на тебя, да? Ты же тоже захотела, нет? Ты как-то там говорила, не хотела я работать, ходить каждый день на работу, поэтому я себе придумала такую профессию, чтобы работать дома. Стала писать пьесы. Ну, дело в том, что как бы оба моих сына, их деятельность связана ну, как бы с свободным режимом, но они никогда не видели родителей, которые ходят на работу, потому что у папы тоже были репетиции или концерты. Но дело в том, что у невестки карьера, которую нельзя прерывать. Она замдиректора МХАТа, настоящего МХАТа, вот этого, да? А Доронинского? Нет, Доронинский это не МХАТ. Камергерский. Настоящего МХАТа. Вот, и она... Евремовского, так скажем. Я его по старинке называю так. Они тогда разошлись, поэтому для меня он Евремовский. Ну, по старинке я бы все-таки Станиславского бы вспомнила. Ну, уж, конечно, не будем там это в дебри там есть кресло, на котором сел Станиславский, и, значит, на нем табличка есть. Иногда людям ведет. Конечно, ей не стоит такую работу потерять, поэтому нужно соответствовать. Пусть дом сидит лучше. Плюс к этому, она один из ведущих юристов по авторскому праву театральному, которая очень сложная, потому что там музыка, артист, шмотки, декорации. Это очень сложно в этой системе договоров. Но при этом мой сын, он говорил, ну, я сяду с ребенком, я напишу книжку. Нифига подобного. Каждый вечер он мне говорит, мама, как ты успевала с доми? Оно, да, тяжело, конечно. А Павел, он психолог. Он женат? Кто? Павел. Павел развелся, к сожалению, в прошлом году. Детей нет? Нет, это вот как бы очень для нас большое расстройство. Хорошее, в чем была? Потрясающе. Потрясающе. Ну, вот как-то... Тоже не было умняшка, да? Как Таня Вестова? Умняшка, успешная чиновница. Вчера как раз мы с ней болтали по телефону. Ты удивительная женщина. Ты со всеми вообще, кто расходится из семьи, уходит, поддерживаешь хорошие отношения. То есть такая вот клан, глава клана. Да, да. Мафиози ты. Нет, ну, понимаешь, до этого были другие невестки, это уже по второму браку, и тоже девки эти, я слежу за ними, там, по интернету, люблю их очень. Все равно это вот кусок моего сердца. Вот, а Павел у меня специалист совершенно уникальный, он регрессионный терапевт. Это такая техника, самая крутая, отправляет людей в прошлые жизни. Ну, это все формализованное, это все наука. Видимо, это психология, да? То есть более углубленная. Да, это психология, это психотехника, когда человек лежит в темной комнате и решает свою проблему за счет того, что вот Ситр, как бы вот психоаналитик, дает ему возможность... То есть он частную практику имеет? Да, конечно, у него кабинет. Но сейчас вот на фоне ковида, ковид еще помимо всего прошлого... Нет, нет, наоборот, дело не в этом. Ковид, помимо всего прошлого, обязательно оставляет хвост тревожности. У людей летит сон, у людей летит психика. Люди становятся дико тревожными. Я даже смотрю на своих подруг и вижу, что они не могут собраться после ковида. Ну, там, если сердце, почки, сосуды, это понятно. У меня и у самой бессонницы после того, как я переболела. Людям нужна срочная психологическая помощь, потому что они не... Карантин плюс... Это понятно, понятно. ...хвост ковида, поэтому он сейчас, конечно, не простаивает. Вот, поэтому мальчики у меня классные. Да кто бы сомневался. Ну, а пока мы, к сожалению, вынуждены уже с Машей расстаться. Я тебя жду снова к себе, а в первую очередь обещала приехать на дачу с подругой своей, моей соседкой, познакомить. Не забудь это сделать. Спасибо тебе за этот приятный разговор. Если что было не так, то уж не обессудь, не обижайся на меня. Я вот такая торопливая, торопыгая. Ну, ты тоже на меня не обижайся, потому что я тоже. Муах! Субтитры сделал DimaTorzok